Местные жители утверждают, что согласно документам на улице Березовой, асфальт проложен больше 15 лет назад, но в низине, на улице Ясеневой, после каждых осадков потоп, да такой, что ни человеку не пройти, ни машине не проехать. Сами закупали крошку асфальта, засыпали, щебенку сыпали. Здесь город вообще ни копеечки не вложил в строительство дорог. У вас будет там школа, два садика по проекту было, по тем проектам, да, еще что-то было. Ну, короче, было все. Сейчас ни школы, ни садика, а чтобы детей в садик везти, даже тропу не хотят делать. Мне 90 лет, а мы вот с ним землю возим, растаскиваем, засыпаем дорогу. Двое пенсионеры. Никто не помогает, ни Цыгин, никто нет. Мы просим сделать дорогу. Проблему усугубляется в межсезонье. Недобросовестные соседи заузили дорогу общего пользования, что ведет сквозь все 10 улиц к автобусной остановке. Теперь из-за маленького расстояния между столбами, электроснабжением и заборами, даже небольшой трактор не может проехать и почистить тропу. В газете как написано? Вот забора 3 метра должны строить. А они строят как? Забор. По забору прям идет гараж. А снег с гаража куда идет? На дорогу, по которой дети ходят. Не дай бог, кому-нибудь с крыши снег следят и завалят. Должны сделать, если кто сделал, снегозадержатели. Никто не хочет строить. Это деньги стоит. Все жмутся. Добросовестные соседи делают на крыше снегозадержание. Другие ради лишних 40 сантиметров готовы лишить прохожих единственной удобной дороги. Пенсионеры-активисты намерены обратиться в земельный комитет и Министерство дорожного хозяйства, чтобы добиться устранения нарушений. Регина Розакова, Юлия Озерова, Сергей Грозунов. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова